У меня было значительно меньше знаний, чем сейчас, и тогда я выбирал нишу, в которой прям новый бизнес, чем заняться Среднеразмерные кролики, бройлерные так называемые, да, то есть это вот Калифорния, это паноны Вообще идеально, паноны вообще самая идеальная порода, на которой я остановился Я видел людей, у которых оборотка 100 миллиардов, а они вытаскивают на жизнь полмиллиона рублей Ну и смысл тогда работать, такие обороты делать, а какой смысл? Я видел... Здравствуйте, друзья! Вы на канале Трушный Ярослав Фролов, Ярослав Фролов The Easy and True И на своем канале я рассказываю о всяком разном, то есть канал создан для того, чтобы я мог с вами делиться какими-то своими мыслями Я надеюсь, этот канал будет вам интересен, хотя бы из-за того, что я здесь буду делиться некоторым видом бизнеса, которые я продумываю, задумываю Какие-то я прошел виды бизнеса, например, вот сегодня хочу вам рассказать, поделиться бизнесом на кроликах, да У меня в свое время, то есть я занимался... Так получил, что в 2014 году... Ну, я не помню, об этом на этом канале говорил, нет? Если интересно вообще узнать про меня очень много, найдите тут же на Ютубе канал Ярослав Фролов просто И там будет... И пролесните его годика на 2-3-4 назад И там очень много из моей сельхоздеятельности То есть, ну, кто просто вдруг сейчас не поверит, что я занимался сельхоздеятельностью, ну, можете там посмотреть Так вот, в 2014 году, когда все это случилось, когда первые санкции начали на Россию сыпаться У меня схлопнулся очередной бизнес, причем такой... У меня был хороший доход Ну, просто был такой доход, типа зарплаты, 22,5 тысячи долларов Пассивный доход, несколько лет он у меня был Плюс я занимался сайтами всяким разным И вот тогда я решил полностью поменять жизнь и открыть какой-то... Ну, вот тут совсем-совсем другое, чем бы я раньше занимался Я думал заняться строительством, я думал заняться автомобильным бизнесом Я думал заняться всяким разным... Ну, во-первых, на автомобильные нужно было деньги А тогда, помните, 14-й год? Там все схлопнуло, это фактически 98-й год тогда наступил Доллар скакнул, все было, никто не знал, что будет, там, ну, вот это все И я тогда решил... Сел просто для себя подумал Чем люди... То есть, вот когда выбираешь новую нишу, да, то есть сейчас, сейчас, я бы, конечно, по-другому выбирал Сейчас, но тогда я... Не у кого у меня было учиться в 14-м году У меня было значительно меньше знаний, чем сейчас И тогда я выбирал нишу, в которой прям новый бизнес, чем заняться, куда потратить часть своей жизни А я потратил 7 лет своей жизни на это Я сел и подумал, что люди делают Люди рождаются, люди умирают Рождение детей, ну, это немножко от меня далеко Смерть я не хочу, мне это вот, ну, как-то вот, ну, не нравится Мне вот участвуют в похоронах Да, я понимаю, что там огромные деньги крутятся, но вот это просто душа не лежит, не хочу, и все Я занимаюсь только тем, что мне нравится Дальше Люди живут Что делают, когда люди живут? Ну, самое главное, да? Они кушают, ну, и какают Какают, опять-таки, как-то так вот мне почему-то не понравилось И, то есть, люди кушают Люди кушают, кушают в первую очередь что? Мясо То есть, белок, это строительный инструмент для организма Белок какой? Больше всего белка, это в курятине Курятин, давайте выращивать курятину Ну, все, и я занялся Реально, вот именно вот так вот И у меня логика была открытия моего бизнеса Да, сейчас я бы пошел совсем по-другому Сейчас бы я бы сказал Вот, реально, вот если бы я сейчас выбирал нишу И, кстати, имейте в виду, если вы сейчас вдруг ищете себе новую нишу То я бы выбирал И, собственно говоря, я сейчас выбираю себе очередной бизнес Не то, что я буду, то у меня один будет и все У меня один есть То есть, я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму Если вдруг кому интересно Найдите мой телеграм-канал «Подбор дома в Крыму» Прямо в телеграме «Подбор дома в Крыму собачка», «Подбор дома» По-английски И я просто ищу, периодически ищу какие-то бизнесы Которым бы заняться Тестирую их, смотрю Вот, и если бы я сейчас выбирал бизнес, а не так дал В 2014 году То сейчас уже я бы выбирал, просто нашел бы бизнес Где можно заработать в течение года И вообще зарабатывать в год не менее миллиарда рублей Я не считаю бизнес оборотами Потому что я вообще не понимаю, когда предприниматели начинают хвастаться Письками мериться, что Вот у меня оборот 10 миллиардов У меня оборот 150 миллиардов Я говорю, ребят, я не понял, а какая у вас прибыль? Сколько вы вытаскиваете себе вот в карман? Сколько у вас зарплата? Ну, не зарплата, а сколько вот у вас ловкост? Сколько вы тратите вот в месяц? Сколько вы вы... Потому что я видел людей, у которых оборотка 100 миллиардов А они вытаскивают на жизнь полмиллиона рублей Ну и смысл тогда работать, такие обороты делать А какой смысл? Я видел людей, у которых обороты 5, 10, 20 миллиардов в компании А тратят они на себя не больше миллиона рублей в месяц, например Вот, я считаю, честно говоря То есть, как только я перешагнула вот эту сумму Я понял одно Что как раз отличает человека, который работает на зарплату За зарплату от человека, который уже имеет какой-то доход Как раз где-то сумма около миллиона рублей в месяц Сейчас, в начале... Ну, это был конец 23-го, начало 24-го года Вот, поэтому Если бы я сейчас выбирал Я вот сейчас вот выбираю себе бизнес Я смотрю на бизнесы, у которых можно заработать Непонятно, не в первый же, может, даже год Но, в принципе, где можно зарабатывать 1 миллиард рублей в год В год, естественно, да То есть, это порядка 10 миллионов долларов Это не так много, как казалось бы Но, по крайней мере, это хороший доход Действительно, хороший, это уже хороший бизнес Который, ради которого можно тратить годы своей жизни Причем именно годы, потому что это уже что-то будет серьезное, большое Вот, а тогда вот так получилось, что я вот занялся То есть, подумал о курятии У меня... Я решил назваться так, как я, в принципе, все-таки Я неплохой маркетолог, я неплохой там... Ну, всяко разное У меня было в свое время два рекламных агентства У меня был журнал о рекламе мой Где я был главным редактором и издателем этого журнала Журнал Афинити Ну, помимо там еще других журналов И я тогда решил... Я решил... Покопался в налоговой системе Везде я очень... Ну, как и все нормальные люди Я не люблю... То есть, если есть возможность Не платить налоги официально Их лучше не платить Так как сельское хозяйство... Я копнул, нашел, что есть такая штука Что... Так называемое Личное подсобное хозяйство И у нас есть даже целый закон о личном подсобном хозяйстве И я реально не платил налоги вообще То есть, поэтому по закону о личном подсобном хозяйстве Все выращено на твоей... То есть, твоими руками Твоей руками твоей семьи У тебя, например, у сайта на участке Оно не облагается налогом вообще И это не считается предпринимательской деятельностью Ты можешь декларировать хоть миллион рублей в месяц дохода И ты не будешь платить ни подоходный налог, никакой И не будет никакого штрафа за предпринимательскую деятельность Поэтому я выбрал именно такой способ И я пошел именно работать... Ну, то есть, я вот решил заняться как ЛПХ А я тогда начал продвигать свой бренд ЛПХ Фрололых Чуть попозже к нему добавились экологически вкусные продукты Вот, не чистые, а именно вкусные Почему было сделано так? Потому что, с точки зрения маркетинга, это цепляет сразу ухо У некоторых людей сразу те, кто там... Граммар нации, да? Все, кто разбирается в русском языке, у них сразу же такой... Но самое главное, это запоминается Это же, как у меня был журнал «Мобильный чайник» О компьютерах, о связи И вот здесь сделали ЛПХ Фрололых Экологически вкусные продукты Мы где-то к пятому, к шестому году вышли на прибыль Ну, ладно, давайте скажу наоборот Оборот у нас составлял в месяц действительно, наверное, больше даже миллиона рублей Ну, или, по крайней мере, где-то, ну, там, 500-800 тысяч рублей Вот так у нас была оборотка Очень неплохая оборотка Прибыльность тоже была, кстати, неплохая порядка Ну, как, ну, для тех объемов, да? То есть, прибыльность составляла порядка 200 процентов Ой, не 200 процентов, а 200 тысяч Конечно, не 200 процентов Вот, там порядка 20-30-40 процентов Ну, не 40 даже 20-30 процентов от оборотки Но есть один нюанс Суда мы не учитываем то, что мы сами еще и ели То есть мы эти же продукты У меня вся моя семья замечательно питалась и все остальное Но бизнес настолько маленький И настолько энергоемкий, и настолько рисковый Потому что, например, скотина заболела Что-то где-то, и все легло Возвращаясь к курам Я вообще в самом начале о кроликах начал говорить Я вернусь, вернусь к кроликам, не бойтесь Вот, просто началось все с кур И с курами есть такие нюансы Во-первых, я пошел сразу же Поставился за правил Так экологически вкусные продукты Я всю, вот, все время существования В ПХ Фроловых я ставил Такой, у меня было В рекламе, в общем, у меня был слоган Что на За всю историю производства На Микур, ни разу не было аллергии на них И некоторые даже проверяли Там меня спрашивали А вот, а мы вот сейчас Вот у тебя попробуем А потом, после кур То есть, я решил заняться кроликами То есть, даже не после Ну, после запуска кур А кур вообще получилось так Что я, кстати, да, я вам не сказал Я, кажется, в самом первом ролике Говорил про то, кто я, что я, зачем я Ну, повторюсь Потому что все равно первый ролик Никто не смотрел, естественно Да, это навряд ли посмотрит Потому что у меня канал Только-только начинается Навряд ли кто-то увидит И буквально через Получается, через два года, кажется Или через год, или через два После того, как я начал заниматься Сельскохозяйством У меня появились кролики Вот Я занялся кроликами И могу сказать, что у меня было В какой-то момент У меня было 24 кролика матки Ну, на всякий случай Кто не понимает Что это за объемы такие Количество кроликов у меня В хозяйстве вообще На подросте Ремонтных То есть ремонтные Это те, которые Вот по понятию Ремонтный кролик Ремонтные животные То есть это те, которые Выращиваются Для возможной Замены Замены вот кроликоматок Или кролей Да, племенных Вот И у меня доходило До 4600 голов Представляете? То есть огромное количество У меня кролики жили везде У меня клеток было Огромное количество У меня там было просто Ух Потом я это не выдержал Конечно, я все равно сократил до 12 12-14 кажется У меня была нормальная кроликоматка Вот это было нормально, адекватно Потому что, ну, во-первых Столько кроликов не продашь И прокормить столько кроликов Это надо Реально я возил Чуть ли не тоннами туда Комбикорм Потому что кроликов Когда ты выращиваешь их Уже по-нормальному Когда ты их выращиваешь уже Фактически у тебя производство То тут надо Надо покупать просто Хороший комбикорм С люцерновой мукой И выращивать Потому что хорошая крольчатина И вдруг кто-то из вас этого не знает Но хорошая крольчатина Считается до полового созревания кролика А это до трех с половиной месяцев Уже после четырех месяцев У кроликов начинается Половое созревание И мясо становится Абсолютно другого качества Оно абсолютно невкусное Ну, по сравнению с теми Которые там Три-три с половиной месяца кролика Я умудрялся доводить крольчатину У меня в три с половиной месяца Тушка выходила от 1,6 до 2 килограмм За тушку мяса Правда, с ливером То есть с этими С легкими и с сердцем То есть 2 килограмма Это очень хорошее мясо При условии, что у меня были кролики Панон А до этого у меня было Калифорнийское Вот И у меня у них Там, в общем, у них выход Мясо Очень-очень хорошее Там очень тоненькие косточки В этот момент И все остальное Когда вам кто-то начинает Говорит Вот у меня там кролик весом 4 килограмма Друзья, да У нее кролик весом 4 килограмма Стоимость Себестоимость этого мяса Настолько дорогая получается Плюс мясо настолько невкусное Что ну его нафиг Таких кролей Если вы вдруг будете заниматься Действительно производством кроликов Ну, производством крольчатины Как мясо И захотите увидеть Самое дешевое То есть, ну, вот Чтобы вот самым дешевым Производством заниматься Все-таки найдите мой канал Ярослав Фролов на Ютубе И промотайте его Года на 4 вниз Там посмотрите по кроликам У меня несколько роликов Было именно по клеткам Там я где-то даже У меня было Как построить клетку Как построить бункерную кормушку Дешевые То есть не то, что там В интернете Да, там есть классные клетки Там у Саши Там то-се У них есть классные клетки Вот У Жени Макляка Вот у него Вот У них все У них классная вся система Но они просто по производству Очень дорогие Они очень дорогие по производству Окупаемость там Такая она Ну, есть, конечно Да, согласен То есть, особенно Сашины Да Они классные Наверное Я не пользовался Но, скорее всего Классные Долгоиграющие Все Но я делал из обычной сетки Я брал сетку Двойку Из оцинкованной двойки Но именно двойку Не 1,6 А толстую Покупайте дорогую сетку 20 на 20 25 на 25 Покупайте такая сетка И из нее делаются уже клетки Прямо просто из сетки Это Я жил тогда Сейчас-то, ладно Я в Крыму, да Вот Я сейчас этот ролик снимаю 18 декабря Ой, 18 февраля 24 года Февраля, представляете Сейчас вот Вот сейчас 18 февраля Здесь травка зеленая Все хорошо Я сижу вот так вот Это уже второй дубль Здесь уже Я не замерз Тут нормально Сейчас что-то Ну, кстати, у нас холодно Что-то плюс 3, плюс 4 градуса сейчас Ну, я кроликами занимался в Казани Где в это время 27 градусов Вот сейчас в Казани Там порядка 20-25 градусов Минус, естественно И кролики у меня вот в таких клетках В сетчатых На улице Спокойно себя чувствовали Единственное, что очень бы желательно Их от ветра хотя бы как-то прикрыть Они у меня стояли Я их вешал на сарае Ну, сарай у меня с скотиной стояли Я их с задней стороны вешал Чтобы они не обоссывали Потому что у меня там была ОСБшка Я подкладывал туда Надо бы по уму просто плоский шифер поставить И вообще проблем бы не было Ну, так как у меня денег было мало на это все Я брал жесть Ее хватало там на 2-3-4 года Потом она просто в дыру была Ну, по крайней мере, первые 2 года она точно живет Я брал оцинкованную жесть Вот, ее вдоль ставил Немножко так отгибал от сарая самого Чтоб на сарай не лилась моча И чтоб она сливалась Какашки тоже все падали Все классно А по бокам По бокам прикрывал От ветра просто Просто 2 шифери наставил И все Вот, и в таком виде у меня кролики жили Хорошо очень И вес набирали Да, конечно, если кроликам делать отдельные помещения Все это там делать Кондиционированное помещение Имеется ввиду там зимой подогревать Летом делать попрохладнее Ну, ребят, это столько геморроя Это столько всего Что, ну, жить не захочется Это будет жрать денег очень много Вот Так как я делал То есть было вполне нормально Вкусное мясо Реально вкусное мясо Выход мяса хороший У меня были проблемы Потому что у меня Я почему бросил заниматься кроликами там У меня то ли ласка поселилась То ли мои кошки Которые там жрали У меня помимо крыс Еще и походу крольчат вытаскивали через эту сетку Потому что у меня слишком низко У меня где маточник Там слишком низко были сетки Вот В охоту дело из-за этого А так, в принципе, если вы захотите То есть просто делается из сетки И замечательнейшим образом Там кролики живут Паноны Ну, среднеразмерные кролики Бройлерные так называемые Да, то есть это вот Калифорния Это паноны Вообще идеально Паноны вообще самая идеальная порода На которой я остановился Это я закончил кроликами заниматься Три года назад Два Вот Здесь их Я здесь попытался Кстати, в Крыму находясь Я тоже попытался заниматься кроликами Потому что мне нравится Их когда вот на сетке так выращиваешь Не надо большого Большого ухода за кроликом Например, не надо Какашки у тебя То есть их вешаешь Где-то на расстоянии метра от пола Убирать у них надо Раз в год под ними Вот реально У них какашки вот наваливаются И раз в год Просто с тачкой С лопатой пришел Собрал На грядки положил Крольчачий навоз Кстати, можно без перегноя Сразу же вносить на грядки Они ничего не сгорает Все хорошо Все замечательно Так же, как, кстати, и лошадиный навоз То же самое можно класть Сразу на грядки И крольчачий навоз Сразу положил По весне, например Раз, раз Но если вы в Казани Где-то там Как только оттаяло Там где-то в конце апреля В середине апреля Оттаяли вот эти вот Все Навоз их Сложил на тачку Увез в огород И все будет замечательно И через год опять То же самое повторю Поэтому ухода большого не надо Сено не надо Я не делал сено И, собственно, все, кто занимается Профессионально кроликами Сено не кладут Ненамного это удешевляет Производство крольчатины Если ты будешь заморачиваться с сеном А вот геморрой тебе устраивает Значительно больше Самое простое То есть надо брать Максимально возможный по деньгам Комбикорм с люцеркой То есть это прямо видно Зеленые такие гранулы получаются То есть не чистая люцерка Там должен быть обязательно комбикорм Потому что если там не будет зерновых В этом комбикорме То тогда просто вы мясо нормально не получите Понятно, что в люцерке много белка Вот это все Но все равно Нужны обязательно зерновые Чтобы у кролика было хорошее мясо Вообще у животного Чтобы было хорошее мясо Нужно зерновые Вот Забой его производите сами Я показывать не буду Кстати, я кажется Вот опять-таки на канале Ярослав Ролов Я, конечно, там показывал Забой не знаю Ну, как забивать кролика Вы уж сами разберетесь Вот Здесь на канале Я просто хотел поделиться Своими мыслями Как вы можете зарабатывать деньги Вот Переехав в тот же Крым Да Я каждое утро Каждое утро Там, ну, каждый день Ну, снимать каждое утро Размещаю быстро к обеду Я вам делаю короткие вот эти Минутные шорцы Какой бы бизнес я открыл А скоро буду делать Какой бизнес я тут Придумал открывать Там и так далее И здесь вот И здесь вот в больших роликах Хотел вот вам вот Сельхозбизнес Немножко развитие По птице мы будем с вами Еще говорить Потому что у меня были Ньюки У меня были утки У меня были Те самые Курицы Которые Махноногие Вот это все То есть Ну, не продуктивное Животное уже Не животное А птица, да Не продуктивное А которые продают Ради красоты Китайские хохлатые Они, кстати, даже не слизь Классные яйца, кстати, несут Вкусные, зараза Несушки, да Кстати, вот По несушкам тоже Как-нибудь вам сниму ролик Отдельный Потому что по несушкам Надо разговаривать отдельно И вообще надо Я вам, наверное, по птице Сделаю отдельный ролик Расскажу заодно про инкубаторы Я же строил свои инкубаторы И я вам Вот сейчас небольшой спорю Я понимаю, что до конца ролика Мало кто досидел Но кто вот из вас досидел То имейте в виду В ближайшем будущем Если не забуду Я сейчас запишу и не забуду То сделаю вам ролик Про инкубаторы Как построить инкубатор Буквально на коленке Из утюга Я не прикалываюсь Вот Просто на пальцах И он будет работать Он будет работать Как огромный промышленно Дорогущий инкубатор У меня были инкубаторы И крутые, дорогущие И инкубаторы Очень недорогие Поэтому Имейте в виду Не Не отписывайтесь От моего канала Наоборот Если вы сейчас Все-таки досмотрели До этого момента Подпишитесь Друзья Если я забуду В ближайших двух Больших роликах Вам рассказать про инкубаторы Обязательно мне в комментариях Напишите Ярослав Ну ты про инкубаторы Когда расскажешь Все, я сразу вспомню И вам сделаю Но я постараюсь Не забыть сейчас записать У меня есть большая Такая черная книжка Записная Куда я все записываю Вот И еще Друзья Имейте в виду Я практически онлайн Всегда отвечаю На ваши комментарии Поэтому Иногда Этим люди пользуются И мы прямо в комментариях Как в чате Прямо иногда переписываемся Имейте это в виду Вы можете В комментариях Мне оставлять Любые ваши мысли Единственное Что большая просьба Я не совсем толерантен Не хамите мне лично Начнете хамить мне Или оскорблять крымчан Я буду вас просто блокировать Я к этому отношусь Ну абсолютно спокойно Я блокируюсь Забываю об этом Сразу как страшный сон Вот Я достаточно давно В блогинге И я вот на это Просто не хамите Я готов к конструктивной критике Я буду абсолютно счастлив Если вы мне будете подсказывать Как мне этот канал вести Канал не блогерский Канал больше рассчитан на то Чтобы я мог поделиться Своими мыслями Чтобы я мог с вами поделиться Какой-то своей У меня бывает такое Да На меня что-нибудь накатит И я расскажу Будет это скоро Я вот себе Через полтора месяца Сделаю студию Через два месяца У меня будет студия Прямо где будет свет стоять Все То есть как только мысль какая-то пришла Чтобы я сразу мог сесть И сразу вам что-то отснять Вот тогда я вас завалю просто видео Потому что я не считаю Что надо снимать Один, два, три видео в неделю Я могу снимать вам Хоть каждый день У меня иногда бывает такой Ну а словесный понос Как вы видите У меня он постоянен Рад был вас увидеть На своем канале Надеюсь вам Хоть что-то вы здесь нашли Интересного, полезного Ну или как минимум Если досмотрели досюда То полезно провели свое время И я буду вас еще радовать Чем-нибудь интересным Увидимся Пока-пока Да и кстати Если вам вдруг интересен стрим Вдруг интересен стрим На этом канале Скажите В принципе мне Уже даже при вот ста подписчиков Что сейчас есть на канале Мне уже ютуб разрешил Делать стрим Я могу сделать стрим Мы можем поговорить с вами В режиме онлайна О бизнесах О... Да, кстати Кстати Мы можем с вами поговорить О сбывании меч в том числе Потому что я в это действительно верю И я помогаю людям Даже об этом думать Где-то Когда-то как-то Все Увидимся Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому